самое интересное знаете что знаете что полезли к ним через бар у меня была короче одна забавная история когда я хоккеем занимался еще да хорошо расскажу готовьтесь мне был тогда сколько лет наверное что-то 14 такое мы поехали на сборы финляндию на вратарские сборы и у нас в отеле ну как в отеле на тренировочной базе жили там кто ну со всего мира приезжали в артали просто чтобы как бы с войске лапнуть там тренера приезжали из нхл тренировали короче были мы русские тип у нас своя микро пг было русские там белорусы но мы все мечта между собой русскоговорящие общались были шведы были финны и американцы канадцы и короче только китайцы помторе какие-то мы так и не поняли ну короче азиаты вот наш номер да был и вот у них был соседний и там ночью короче можно было перелезть к ним через балкон они никогда не закрывали окно и суть была такова знаете вот эти королевские ночи в лагерях те самые да где последний ночь она какая-то особая особая назовем ее так здесь маша типа пасты друг друга еще чего-то в общем вот и тренера у нас естественно были в курсе то что ну там мы пиздюки такие что можем какую-нибудь херню вытворить так вот они перед перед тем как был отбой во сколько там в 9 10 вечера подошли к нам и сказали что ну давайте без всякой херни потому что все таки это такие международные сборы и надо типа сейчас нормальной стороны показать даже типа только в основном русские и но снг ребята занимаются такой херней по ночам если мы узнаем что вы что-то сделали такого не очень хорошего ли мы вас после отбоя увидим то что вы по отеле носитесь мы сделаем так что вы никогда в жизни не воду команду не попадете но там серьезные такие были ребята тренера тренера и короче ну естественно для для нас это был как челлендж некий и мы долго думали вот уже там отбой там один с вечера думаем что бы нам такого сделать на такое сделать думаем 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 паста уже не канает слишком слишком мейнстрим на бла-бла-бла все такое и тут у нас чел короче я ну не буду сейчас не называть никаких имен ничего просто прикольный чел там только с украины был то ли откуда горит удар я придумал и он короче берет пакет из пятерочки писали до пакет ну типа из магазина обычный целлофановый большой такой и куда-то отходит куда-то отходит короче мы такие думаем что же сейчас будет интересно ну что-то за минут на 15-20 что-то прошло ничего он не вернулся естественно мы уже занимаюсь своим делами валяемся там телефонах чили чилим смотрим телик и тут просто он заходит и тихонечко ставит пакет просто рядом ну вот в угол куда-то ставит и ничего не говорит тишина дальше проходит минут десять мы просто все смотрим друг на друга и не понимаем откуда откуда в комнате лютый просто неимоверный запах говна стоит более вспоминаю короче этот чел насрал в пакет и поставил его рядом просто в комнату самое интересное знаете что знаете что мы потом полезли к ним через балкон они спали все как убитые короче и он этих этим пакетом начал их пиздить просто просыпайтесь просыпайтесь там один чел короче не проснулся этот но он так не сильно просто кипиш поднимал небольшой один чел настолько мы вымотался он но не проснул что у нас тренировки жесткие были суть в том то что он ему кинул этот пакет под подушку и на утро мы просыпаемся от того что дикий просто ор крик ну и соответственно прибегает тренера разбираются что происходит вообще чё как и мы такие заходим смотрим учила просто вся подушка вся простынь весь матрас вся кровать просто вся стена в говне ну в общем вот ну азиатам респект на самом деле только потому что они нас не спалили они на самом деле тоже поржали с этого всего но на самом деле они нас не спалили только потому что мы когда пришли в их комнату начали пиздить их пакетом этим но они как-то отнекивались и показали типа на того парня то что тот спит типа идите его доёбывайте нас не трогайте и мы пошли его собственно к жбицуху готовьтесь девочки готовы смотрите смотрите девочки внимательно я не буду смотреть в глаза Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова